Привет-привет, мы в эфире? Да, мы в прямом эфире. Мы в прямом эфире. О, офигительно. Всем привет! Скупая мужская слеза наверняка. Вот я вам серьезно говорю. Очень кремо снято. На самом деле, фильм мне очень понравился. Как писали сценарий, потому что, интересно, это все вид жизни было и... Сценарий мы даже не читали, прикиньте. Мы узнали только одно, что будет около 30 песен Иванышек. Практически такой музыкальный еще фильм. Мало того, что это комедия, траги-комедия, так это еще и музыкальный фильм. Я вот позавчера был на предпоказе и посмотрел, думал, какие молодцы все. Прямо реальная история жизни. И реально такие поклонницы, конечно, были и, надеюсь, остаются, потому что, ну а почему? Песень у нас хорошая, нам нравится. Какая история вам вспоминается или запомнилась именно именно вам? Вот спокойно. Какой поступок, действия, эмоции? Наверное, все-таки подарки какие-то там дарили приятные, начиная от живого коня и заканчивая золотыми обручальными кольцами. Все же, большинство хотело ходить замужем. Это очень забавно было, вот реально. Вот с таким трубом лазили ко мне, сверху с крыши спускались в квартиру на третий этаж. Чего только не было. Это же было официальное слово иваномания. Реальная прям вот истерия всенародная. Ну, это же действительно приятно получать такую обратную связь. Иванушки выступают, слава богу. Большой концерт в Москве будет в декабре. Прям огромный, я не знаю, не Лужники, что-нибудь поменьше, но чтобы все поместились. Мы кайфуем, конечно, к новой песенке. Мы раз в год собираемся на студии. Минимум раз в год. Я уж не говорю, там, знаете, заказы типа, там, на песне года спеть что-то. Или, там, старая песня о главном. Новогодние мы перепевали огромное количество песен. И поэтому мы собираемся на студии и кайфуем. Вот творческий процесс, запись новой песни, это у нас прям, знаете, эксклюзив. Потому что хитов полно, полно хитов. И так все в программу не входит даже. Все, кто снимает в Сочи или на югах, там, в море, фильмы, я им всем завидую, потому что они кайфуют. И каждое утро могут в 6 утра проснуться, перед съемочным днем пойти и окунуться. Стоп, снятые, все в море, раз, понимаешь. То есть, никуда не будет, тебя в море зырять можно после съемки, каждый ежедневно. Первое слово, которое я сказал режиссеру после просмотра, прекрасно. Вот именно вот это вот, такое смачное слово, прекрасно. Вот именно такой фильм, прекрасный фильм. Вот. И душевный. Да. Мы хотели заменить июль на июнь про тополиный пух, потому что, честно, весь июнь хожу и вижу тополиный пух, в голове играет ваша песня и хочется уже в 5 июнь. Мне кажется, времена чуть-чуть изменились. Экологическая ситуация в регионе. На самом деле объяснение простейшее. Михаил Андреев из Томска, поэт, который написал эту песню. А в Томске пух в июле летит. Причем он говорит такими прям грязными, серыми комями по всему городу. Ужас какой, рассказывай мне. У меня хорошее настроение, когда я пою эту песню. И это, кстати, вопрос такой же задавал Сережа Бурнов в фильме «Родные». Кто не смотрел «Родные», посмотрите, там я типа играю сам себя. В вашем любимом кинотеатре, в любом городе, где вы находите, где вы живете, прям пойдете и вспомните все. Я от души вас всех приглашаю. Как это, все в кино. Как в песне Ивановича. Билетик кино. Маленький платочек, да. Потому что слезка капнет. Или, по крайней мере, навернется. Какие-то ситуации происходят в фильме. И песни идут с саундтреком. Наши песни, они все соответствуют тому, что происходит на экране. Так что бегом в кино. И ты тоже. Это полное сопровождение. Договорились. А мы вас приглашаем к нам в студию. Потом прийти после премьеры уже. Какие большие досвидания, хорошего вечера. И вам побыстрее закончить работу и пойти домой смотреть. У нас хотелось бы. Давай, пока. Всем пока. Все в кино.